Накануне 70-летия Победы на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе чествовали ветеранов войны и труда, и тружеников тыла. В военные годы предприятие бесперебойно поставляло топливо на фронт. Люди трудились без отдыха. За эти заслуги коллектив завода награжден Орденом Отечественной войны первой степени. Подробнее с мероприятия наш корреспондент. Во дворце культуры Саратовского нефтеперерабатывающего завода особенные гости. Ветераны. Те, кто прославил НПЗ трудовыми и боевыми подвигами. В этот день бывшие сотрудники завода принимают поздравления. Вы доказали всему миру, что Россию невозможно победить никакими силами. Вы сломали немецкую машину и вы преградили путь фашизму. Спасибо вам за это большое. Огромное человеческое спасибо. В годы войны каждый шестой мотор в стране работал на топливе, произведенном на Саратовском НПЗ. Несмотря на постоянные авиационные налеты, люди продолжали работать. Николай Сазонов работал на заводе с 43-го года. В то время, признается мужчина, НПЗ был практически разрушен. И чтобы его восстановить, работать приходилось в несколько смен. В основном, вручную все было. Приборов было очень мало. Работали по 12 часов. В заводе была своя столовая, и нам бесплатно давали обеды. День работаешь, ночь работаешь тоже. Это обед полный. И 200 грамм хлеба. Вот наши фотографии. Что, что-то их видят хорошо. Эти мужчины на НПЗ проработали вместе около 30 лет. Поднимали производство в послевоенные годы. Для Владимира Ермилова нефтеперерабатывающий завод стал не только единственным местом работы, но и вторым домом. Работать сюда он пришел сразу после армии со всем юным мальчишкой. Вырос тут. Что же это? Я имею в виду, все со мной обращались. Как бы я с ними. Я же говорю, начинал со слесаря, потом бригадиром, потом мастером, потом старшим мастером. В 1984 году уже пошел на пенсию старшим мастером. И, говорю, ушел был в РЦУ, а потом РЦУ опять передали в завод. И я уже в заводе опять работал. Упорный труд сотрудников превратил завод в одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий страны. В знак благодарности директор вручил ветеранам цветы и ценные подарки. Этот день победы, победы, в городах права, победы. Продолжилось торжественное мероприятие концертной программой. Песни военных лет для ветеранов исполнил вокальный инструментальный ансамбль «Волгари». А в завершении праздника всех гостей угостили фронтовой кашей. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.